1 апреля легко стать жертвой чей-либо шутки. Сегодня утром, узнав из передачи Карельского радио о доме с привидениями на Карельском проспекте, доме номер 3, мы не очень поверили. Дом этот и мэрия якобы целиком расселила, спасая жителей от нечистой силы. Оказалось, что дом такой существует на самом деле, и он действительно большей частью расселён. А о том, что там происходило, нам поведал хозяин одной из квартир. Всё началось в этой квартире со стуков. Вначале стуки были по ночам, потом стали сыпаться предметы. Один раз я пришёл, все книги были здесь сброшены на пол. Я думал, что балуется моя дочь. Потом оказалось, нет. Вдруг стала бить фонтаном вода. Вот здесь было всё залито. Вот видите, я делаю ремонт, новые обои. Начались возгорания. Вот здесь стояло два мешка с сахарным песком. Вот этот мешок остался целый, а вот здесь мешок сгорел. Причём, видите, ничего не загорелось, и этот мешок не загорелся. Остался только такой вот след на линолеуме. То есть какой-то холодный огонь, от которого ничего не загорается, но песок всё равно жалко. Сгорели у меня ещё телевизор сгорел, кофемолка, гараж сгорел. Странные вещи вот ещё происходят. Да, очень интересно, были порваны обои. Придёшь, обои порваны. Мы их когда ремонтируем, обои рвём сверху. А тут вот так вот снизу кто-то берёт и рвёт. Странное такое не бывает. Теперь, значит, дальше. Вот в ванной. Вот какая-то странная жидкость. Вот здесь не разрешили специалисты, которые приехали из Петербурга, убрать эту жидкость. Она как бы проела и потолок, и вот здесь в ванну. Пришла с девятого этажа по первый этаж. Сейчас, слава богу, ничего не происходит. Надо сказать большое спасибо специалистам. Но этого не обращайте внимания, это не очень серьёзно. Камера что-то... А вот пошла. Ну вот так вещи-то продолжают падать, но уже возгорания нет, слава богу. И вода не течёт. Вот здесь надо сказать спасибо людям, которые помогли вот как-то немножко нейтрализовать эту квартиру. Ну всё, всё валится, пошли отсюда. В доме сейчас работают специалисты-экстрасенсы, которые съехались, можно сказать, со всей России. Они обрабатывают квартиру за квартирой, выгоняя оттуда нечисть. Председатель Карельского комитета по изучению аномальных явлений Алексей Попов. Вы знаете, с ними очень трудно бороться, поскольку неизвестна природа этого источника. Почему бы вам не прибегнуть к более, скажем, привычному или более известному пути, вот способу борьбы, пригласить сюда православных священников, устроить крёстный ход? Совершенно естественно, мы пригласим сюда представителей церкви и уже по-новому осветим каждую квартиру и дом в целом.